Эвакуация зданий. Почему? Кто велит эвакуировать здание? Зачистка людей, которые прибыли якобы в Киев вооруженные. То есть кто эти люди неизвестно? Я в настоящий момент шла домой и видела, что на рынке, центральный рынок, называется Океановский, там были провокации, то есть пытались вывести людей на конфликт, но это были еще слабые провокации. Я слышала по телефону, что якобы захватили Куреневский рынок, и это люди вооруженные, не знаю, в масках или нет, но начались массовые такие вот заворожки и мародерства. Вы говорите, что... Это информация, что сейчас я слышала в городе происходит. Кто предупредил народа? Это предупреждение прошло по эфиру местных телеканалов или кто говорит? Государство советует людям? Звонили в офисы и предупреждали, я не знаю, кто именно, да, звонил. Вот звонили руководству различных ферм. И в школы поступили. Я так думаю, что это государство. Почему? Потому что еще вчера была объявлена операция, операция, значит, называлась по... сейчас скажу, как точнее, да, значит, вчера, значит, операция называется, ну, ее в кавычках называют бумерангой, антитеррористическая операция по устранению якобы, ну, вот, тех протестующих, которые на Майдане. Тем не менее, сегодня утром, там противостояние обострилось, было очень много жертв, и посчитать их невозможно сейчас, потому что на вчерашний день их было 28 официальных, да. Сегодня утром, то, что я смотрела еще два часа назад, это было то, что жертв было уже на Майдане, очень, скажу, ну, количество по данным нашего интернагентства, у меня, которые мы бывали. Пять человек погибло утром, семь человек, семь тел найдено на Майдане. Тем не менее, информация, которую мы смотрим, еще попадается в СМИ, сейчас там работают снайперы, да, и якобы они отстреливают людей, ну, те, которые активны на Майдане. Эта информация тоже, ну, как бы, может быть, как бы проверена, то сейчас все оперативно, очень много вбросов, фейков, да, то есть сейчас мы смотрим, какая информация правдивая, какая неправдивая, оперативно пытаемся ее как-то, ну, выявить, потому что можно распространить не то, что неправда, да. Тем не менее, еще есть информация, что в горевшем доме на Майдане, в доме профсоюзов, тела обнаружены около 40-50 людей, те, которые просто их не смогли спасти, когда был пожар. И сейчас, вчера, еще вчера, якобы было заявление экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, он его сделал на Майдане и обещал активистам Майдана, что ночью, или, я так поняла, прошлая ночь, им будет чем защищаться, да. Тем не менее, мы, и тоже есть такие сведения, что воеводы, военные части ограблены, и оружия там, ну, как бы, нет. Вы имеете запасы, запасы оружия имейте? Вы имеете в виду запасы оружия, в чьих руках они могут сейчас попасть? Сейчас, вот, якобы, во Львове эти запасы оружия в руках тех, кто, ну, кто ограбил эти военные части, да. Ситуация опасна тем, что экс-министр обороны Гриценко ранее призывал людей за оружие. Эти призывы звучат постоянно, их распространяют даже в светские официальные СМИ, как заявления правого сектора. Тем не менее, люди настроены некоторые. Что интересно, кто стоит сейчас по Майдане? То есть стоят люди совершенно разные, как те, которые, вот, западные Украины, так и киевляне. Они стоят, считают, что можно это правительство, ну, против этого правительства, чтобы его убрать, да. Но тем не менее, люди там абсолютно разные. То есть там бизнесмены, студенты, там нет того консерденка, который у нас, в кавычках, считают тетушки, да. Как вы думаете, угрожает ли опасность мирному населению? Если оно сейчас само не создает паники, то, может быть, не угрожает. Почему? Потому что в настоящее время в центре города более-менее все спокойно. Во всяком случае, я была в супермаркетах, на рынке. Люди покупают такое необходимое количество продуктов, но не создают паники. Тем не менее, мне позвонили с левого берега, ну, это спарные районы. Там большая очередь в супермаркетах, там паника, люди снимают деньги с банкоматов, но в банкоматах прекратились операции где-то около двух часов назад. То есть банки прекратили работать вообще. То есть сейчас на данный момент на Украине банки не работают, можно сказать? В Киеве банки не работают? В Киеве сейчас не производятся никакие трансакции. То есть все банки, во всяком случае, здесь все банки были закрыты. Что касается запасов продукта, продукты достаточны сегодня для населения? Да, продуктов достаточно и в полном количестве, так как и обычно. То есть нельзя сказать, что что-то исчезнет. Как работает аэропорт? Есть ли у вас какая-нибудь информация насчет аэропорта? Все рейсы обычным режимом проводятся? В настоящий момент, что касается местного транспорта, как вы знаете, наверное, у нас полностью прекращено движение метро уже несколько дней. Работает транспорт наземный, это трамваи, троллейбусы. Таксины очень дорого, люди пытаются уехать. Эти лицензии почти что-то 10 раз, а то и больше. То есть уехать не трудно. Что касается ЖД-транспорта, вчера было прекращено движение на западную Украину, поезда уже не ходят. А вот что касается Юр в Восточной Украине, я не могу сказать. Сейчас в настоящий момент у меня доступа к интернету вот здесь нет, хотя у меня прямая лента нашей новости у меня, где новости пополнятся каждую минуту. Я могу видеть то, что происходит прямо сейчас, если потом дальше может как-то скручиться, я просто скажу. Сейчас у меня это возможности. Аэропорты не могу сказать. А как транслируются телеканалы? Наш прошлый гость сказал, что два основных телеканала на Украине запрещают транслировать. Как на данный момент? Все телевидения вещают? Вчера, вроде бы, в той сцене, когда была заговорушка на Майдане, то пятый канал, это канал Порошенко, человека, который аппарат представляет оппозицию, он не работал. Какое-то время его принятили в трансляцию. Была информация, что захвачено национальное телерадиовещание. Но я не могу сказать, проверенная эта информация, но я должна уточнить, это буквально у Шарбану не попалась эта информация. Что касается, вы сказали, что предупредили эвакуировать все здания, в том числе университеты и школы. Учеба, можно сказать, что прекращена сейчас в Киеве? Да, по ситуации, которую я знаю, но официально я сейчас не могу посмотреть в интернете, да, это то, что кто-то знает, что мне звонили мамы, да, молодые, они говорили, что детям в школе, даже в отдаленных районах сказали срочно идти домой, и детей берут в садику и срочно идут домой. Паники, как таковой, на улицах нету, но очень оживленное движение, и люди все куда-то едут, пытаются куда-то перебраться, и так понимаю, что каждый едет просто домой. Как вы думаете, объявят ли чрезвычайное положение в городе? Каков ваш прогноз? Вы знаете, вот это, как обходной путь, я не знаю, как его правильно назвать, но что касается вот этого антитеррористической операции, потому что якобы, чтобы вести чрезвычайное положение, нужно какая-то процедура пройти юридическую, да, то есть, ну, там как-то может, нужно время. А вот это вот антитеррористическая операция прямо сейчас идет, но люди считают, то есть, не люди, да, вот, получается, что эксперты, да, вот, разные, да, они считают, что сейчас оппозиция и лидеры оппозиции, и президенты, и президенты, они потеряли контроль над ситуацией в стране, и не предлагают никаких решений, способных успокоить страну. Их бездействие приводит к усырению противостояния их человеческим жертвам, и необходимо незамедлительные реальные шаги по урегулированию кризиса в стране, и о невидимости переговоров. То есть, нужны реальные переговоры, потому что уже гибнуть люди, ну, в больших количествах, и сказать точно, дать оценку, сколько, ну, вот, людей умерло, погибло, там, за последние несколько дней, просто сложно, ну, этого просто не знаю. И последний вопрос будет, Анна, как вы думаете, украинское правительство сделает ли все на данном этапе, чтобы приостановить этот конфликт? Эффективны ли те шаги, которые они уже, они сделали? Есть информация, что все решения якобы принимает сам личный президент, мы этого точно знать не можем, но в настоящий момент люди не знают, что делать, потому что сама ситуация и сам Майдан, он уже как бы мало кого устраивает, но что-то изменить и как-то выход из этой ситуации пока он не видел. Кстати, многие аналитики и эксперты считают, что здесь может выступить как гарант от переговоров, да, церковь, православная церковь, потому что кредит доверия, общество к ней сохранился. И уже давно наш митрополит Владимир Блаженнейший, он предоставлял свою резиденцию для переговоров как оппозиции, так и правительства, да, но на эти переговоры пока что не пошли, те встречи, которые были с президента, с Кричко, они ни к чему не привели, и люди просто пока что не могли смотреть, наблюдать за развитием ситуации. Но самое главное, чтобы люди сами не создали панику, потому что это уже присутствует у нас. Большое спасибо. Еще один последний вопрос будет. Тот конфликт, который вы говорили несколько часов назад, столкновение между демонстратами и полицейскими, как вы думаете, кто несет ответственность за это, все, что случилось, за жертвы? Очень трудно сказать, потому что есть тоже информация, что людей отстреливает неизвестно кто, что это и не Беркут, и не на оппозиции, и не кто, да, то есть такая непроверенная тоже информация, но трудно понять, кто это делает, да. Оппозиция считает, что сидит, сидят снайпера, да, и они отстреливают за день акции Майдана. Тем не менее... Вы думаете, что есть какая-то третья сила, которая вмешалась в конфликте, или идет на провокацию? Сейчас непонятно, кто это может быть третья сила, да, потому что непонятно даже, кто такие, да, люди в масках. Раньше это говорили, что это люди, но они, там, гостями, да, но сейчас трудно понять, кто это люди, потому что они совершают мародерские акты какие-то, там, вот, там, грабили, там, аптеку, там, еще что-то, да. То есть они убивают людей, и такое впечатление, что это, ну, это как повернувшие, как не наши. Это, наверное, и не тетушки, и не Майдан, и не люди Майдана, то есть это вообще какие-то люди посторонние, потому что то, что делается, кажется, что на магнитацию ситуации, на какую-то провокацию, впервые, впервые пострадал журналист именно убит. Это произошло позавчера, это человек, которого я знала лично, его просто выдернули из машины, и два человека убежало, он ехал домой, в центре города. Кто это сделал, как вы думаете? Его люди выдали из машины и убили пулей в живот. Кто это сделал, как вы думаете? Есть ли у вас какая-нибудь информация, кто может стоять? Сейчас все силы редакции, центральные газеты, вести, направлены на то, чтобы найти человека, людей этих, они проводят свое собственное расследование, и говорят, что правоохранительные органы не предпринимают никакие действия. Поэтому они объявили довольно крупную сумму за поимку этих людей. В сети есть кадры убийства этого человека, нашего коллеги, нашего журналиста. То есть кто-то случайно их снял, и в сети можно их найти. Это действительно жестокое убийство человека, просто вот его забивали битами, люди в масках. Большое спасибо, Анна. Еще напоследок я хочу очень коротко вас спросить. Перед тем, как мы начали говорить в прямом эфире, вы сказали, что это может быть последним днем на Украине мира, то есть вы на грани войны. Как вы думаете, эта ночь будет решающей? Сегодняшний день? Трудно сказать, у нас все идет по нарастающей. Все события, которые происходят, они не повторяются, они не только идут по нарастающей. В настоящий момент мы просто молимся и просим Бога, чтобы не только он нам помог. Большое спасибо, Анна. Большое спасибо, что сотрудничаете с нами. До свидания. Продолжение следует...